Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР» в студии, я и её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и ежевечернее это происходит. Звоните нам по телефону 969-2211. Наши электронные адреса в интернете www.nostalgia.ru либо www.rusmir.tv.com для тех, кто смотрит нас в Америке. Дорогие друзья, здравствуйте! Концерт в составе группы «Машина времени». С тех пор прошло 40 лет, уже даже побольше 40 лет. Песни, написанные на его музыку, моментально становились хитами. Тогда остаются ими и сейчас. Но музыки, не востребованной по основному месту работы, оказалось так много, что он всё же начал выступать сольно. С музыкантами прекрасной московской группы «Нюанс». Бас-гитарист, вокалист, композитор группы «Машина времени» Александр Кутиков и группа «Нюанс» сегодня у меня в гостях. Много лет назад, не обходил преград, бывалым только рад, так было веселей. Я бы мог повернуть назад, если б мы были, мы были, мы были, мы были, мы были чуть разлили. А вот опять неверный ход, я очки терял, я не понимал, что можно проиграть. Но, но, но меня спасло, что в те годы, в те годы я не любил считать. Если бы мы были, если бы мы были, 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 мы А может, напрямик, а может быть, в обход, где мягче, где теплей, каждый шаг, и я прошел не так, если бы мы были, мы были, мы были чуть взрослее. Если бы мы были, если бы мы были за сей, если бы мы были, если бы мы были за сей, были мы за сей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Добрый вечер! Здравствуйте, Сташ! Добрый вечер! Добрый вечер, музыканты, группа Нюанс. У нас сегодня необычный квартирник такой образовывается в этой вот маленькой тесной хрущевской квартирке. Не знаю, выдержат ли стены и соседние дома в Останкино. Но думаю, что все будет хорошо, поскольку я подглядываю, там будет много лирических песен. Не только вот такие убойные, с которыми мы начали сегодняшнюю программу. Александр Кутиков и группа Нюанс. Как это сказать правильно? Две музыкальные легендарные единицы у нас сегодня в гостях. Два человека сказать нельзя, потому что группа – это все-таки не человек. А вот две музыкальные легендарные единицы, наверное, можно так говорить, поскольку, ну, сколько лет Нюанса уже тоже, да? Да, Нюанс существует уже много-много лет. Помоложе они машины, конечно, но... Ну, немножко. Немножко мало уже, да, машины времени? Ну, видно-то, серьезные люди. Да, серьезные люди, а поют по-прежнему «Если бы мы были взрослее». «Если бы мы были взрослее», ну... Хотя по-разному, наверное, да? Когда молодой человек поет эту песню, что-то одно ощущаешь, да? А когда поет «Взрослый дядька», уже, наверное, какие-то другие эмоции. Да? Согласно кивает головой музыкант. Давайте вот что сделаем. По традиции, визитная карточка на Александра Кутикова, а потом вернемся в студию. Александр Кутиков родился 13 апреля 52-го года в Москве. Окончил музыкальную школу по классу трубы. Занимался боксом. Учился в Московском радиомеханическом техникуме Министерства оборонной промышленности, но бросил его и окончил школу рабочей молодежи. Работал звукооператором и звукорежиссером в Гостелерадио. В 1971 году был приглашен в качестве бас-гитариста в группу «Машина времени». В 1974 году покинул ее. Был вокалистом и гитаристом группы «Високосное лето». Работал в ансамбле при Тульской филармонии. В 1979 году вернулся в «Машину времени» и с тех пор является ее бессменным участником. Автор музыки многих песен, в том числе «Поворот», «Скачки», обе совместно с Петром Подгородецким, «За тех, кто в море», совместно с Андреем Макаревичем, «В добрый час», «Музыка под снегом», «Ночь», «Спускаясь к великой реке» и других. Продюсировал записи первых альбомов групп «Воскресенье», «Лицей», «Браво», «Високосный год» и «Секрет», а также музыкальные альбомы «Машина времени» и проект «Старые песни о главном». В 1987 году записал свои первые сольные песни «Дай помечтать» и «Кто со мной». Через три года выпустил сольную пластинку «Танцы на крыше». В 1991 году возглавил компанию «Synthes Records». С 2003 года возобновил сольную деятельность совместно с группой «Нюанс». С этим коллективом выступал на фестивале «Феникс» в Грозном. В 2009 году выпустил альбом «Демоны любви». Награжден Орденом Почета, Орденом Дружбы. Заслуженный артист России. Так, все это о нем, о заслуженном артисте России Александре Котикове, который не один к нам сегодня пришел, а с группой «Нюанс», о которой тоже мильком я сказал только что, визитные карточки. Но работаете-то вы уже давно, да, Саш, совместно? Ну, уже прилично, прилично. Если мне не изменяет память, 2004 год, по-моему, да? 2005, по-моему. 2005 год, да? В третьем. О, как, как у каждого своя система отсчета, да? Нет, как годы летят, да. Ага. А почему с этим только летят? Ну, дело в том, что, к сожалению, машина времени отнимает много времени. К сожалению, все-таки, да? К сожалению, да. И поэтому, так сказать, наша деятельность, она ограничена работой в машине времени. Да не только в машине времени, у ребят есть свои проекты, в которых они с удовольствием играют. Но у вас в машине тоже, у каждого свой проект тоже есть, да не один, да? Ну, да, наверное, так сложилось. Просто есть какие-то песни, которые попадают в настроение коллектива «Машина времени», а есть песни, которые точно не попадают. Которые Макаревич стихи не пишет. Это то, что касается музыки. Ну, писать слова на музыку, вообще дело сложное. А написать хорошие слова на музыку, это вдвойне, втройне сложно. Поэтому я никогда не обижался, немножко, может быть, расстраивался, но никогда не обижался на то, что далеко не на все мелодии, которые я придумываю, были написаны слова. Ну, как теперь понятно, слава богу, что они в корзину не полетели, эти все мелодии. Они все востребованы, а многие из них стали хитами. Ну, на самом деле корзина-то большая. Да, большая все-таки. Если говорить, да, то она большая, потому что, так сказать, в работу идет, ну, наверное, каждая десятая тема. Ну, хорошо, вернемся к разговору, не будем задерживать Лизу из Сан-Франциско. Лиза, здравствуйте, добрый вечер. Ой, здравствуйте. Ой, здравствуйте, добрый вечер. Ну, какие у вас сегодня ребята. Никогда не думала, что Кутиков такой молодой. Слушайте, как вы хорошо выглядите. Ну, просто замечательно. А вы знаете, что у меня сына на вашем концерте на Тульской, не лица там замела. А у сына уже, ну, уже дети, уже внуков ждем. А вы просто молодой человек. Ну, замечательно. Я желаю вам очень много хорошего. А у меня вопрос к Владимиру Анатольевичу. Задавайте, пожалуйста. Владимир Анатольевич, вы очень хорошо говорите. Вы можете сказать, повторить, то, что вчера министр транспорта сказал? А что он сказал? Ну, будем бороться зимней скольской, оскольской стью. Спасибо большое. Со скольской стью мы, конечно, будем бороться, если будет идти вот такой вот снег. Я не знаю, как у вас в Сан-Франциско. Уверен, что сейчас погода солнечная. А вот у нас снежок валит, будь здоров. И дорога, главная трасса страны, Москва-Петербург, была просто перекрыта и обесточена на какое-то время. Очень многие не могли добраться. Сейчас, быть может, поэтам, вот так витиевато я сейчас и буду подводить к песне, которая прозвучит сейчас. Да, Саш? Ну, в тему. Новая песня. Песня, да. Ну, в общем, она была написана к альбому «Демона любви», но имеет название «Снег». И, в общем, где-то она в тему сегодняшнюю той обстановки, с которой столкнулись все мы. Но, вообще-то, песня немножко не об этом. Там снег как образ использован. А песня, в общем-то, о том, что есть очень простые, красивые какие-то вещи в жизни, которые нас окружают, к которым мы, к сожалению, привыкаем и перестаем на них обращать внимание. Вот, в общем-то, наверное, о красоте и таком философском понимании красоты эта песня. Прошу вас, маэстро. То игриво, то смущенно, не сводя с планеты глаз, не разглядывая мир, как в первый раз. И для граждан так нежданной прогнозом, вопреки, словно смайдок в тропаре в конце строки. Чище всех, как на первое свидание, как на первое свидание, он пришел, как мирный снег. Потому что белый цвет есть причина всех цветов, он на милу набросил белое полито. Только нет в посту и этом ни заслуги, ни вины, перед ним, как перед бомбом всем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Каждый человек – машина времени Мы живем и в настоящем и в прошлом и создаем себе будущее все делаем сами Получилось все-таки одна машина и сейчас у вас такая одна машина времени Машина времени но помимо машины времени есть еще нюанс Есть много нюансов Много нюансов в этой музыкальной жизни А вам знакомо Типа квартирного концерта Для машины эта вещь знакома? Были квартирники когда-то или нет? Или вы сразу пошли по клубам и стадионам? Нет, конечно нет Но были Квартирники были Когда-то мы играли В квартире у нашего барабанщика Первого барабанщика группы Машина времени У Борзова У него квартира была большая Позволяла собрать народ На набережной В доме на набережной Батюшка у него был большой военачальник И квартира позволяла В столовой В гостиной уместиться Ну где-то порядка Человек 40 совершенно свободно Плюс группа со всей парадой У свои приходили или все-таки в четвертинки билетов Распространялись Да нет, это просто были для своих Для своих, да? Нет, когда пошла уже история Вот с квартирными концертами Такая активная Это 80-е годы Начало 80-х годов Мы уже к этому моменту работали Вы уже были взрослыми и большими музыкантами Взрослыми концерты Хорошо Молодой, как вы верно заметили Александр Котиков У меня сегодня в гостях Сейчас мы, кстати, увидим еще моложе его Давайте смотреть А рядом со мной Сидит красотка красоты Буквально неземной Только она С собой увлечена Не видел всех Моих кадоней Мне без конца Заслоняют половину ее лица И жаль, что она Всегда пришла для нас Стоит ли влюбляться, чтоб забыться Очутиться при луне в волшебном сне Стоит ли влюбляться, чтоб разочароваться И расстаться при луне О, не простите меня Чтобы я искал любви, не дожидаясь дня Ведь эта луна Сегодня будто пьяна Стоит ли влюбляться, чтоб забыться Очутиться при луне в волшебном сне Настоит ли влюбляться, чтоб разочароваться И расстаться при луне О, не простите меня Чтобы я искал любви, не дожидаясь дня Ведь эта луна Сегодня будто пьяна Ведь эта луна Сегодня будто пьяна Ведь эта луна Сегодня будто пьяна Рожденные в СССР Александр Кутиков Рожденные в СССР группа Нюанс У меня сегодня в гостях в прямом эфире Я не знаю, мне кажется, ностальгическую добрую улыбку Вызвал этот сюжет С эпохального фестиваля Тбилиси 80 Забавно, да Забавно Это буквально мы Неделями как стали работать в Росконцерте А, и самое начало Самое начало, да Буквально первые гастроли у нас были По-моему, это было в Ростове-на-Дону И вот после этого После этих концертов Мы сразу приехали на фестиваль Тбилиси Ну, время было веселое То есть мы еще, в общем, не отошли От московского подпольного, так сказать Сообщества И сразу такое на масштабное мероприятие, да, вас скинули? Ну, на фестивалях-то мы работали и раньше Но нас это не пугало Просто состояние было Такое Общности такой Которая, в общем-то, на большой эстраде не присутствовала А она имела место в аннеграунде В рок-н-ролле И до, и после того, как мы ушли на работу На профессиональную сцену Все друг дружке помогали Все друг с дружкой выпивали В общем, по-моему, там это видно, что... Ну, что-то видно, что-то мы наслышали Поскольку многие участники у нас были в гостях в разное время Барри Лебасов рассказывал, что чуть ли не все участники этого коллектива Играли на его аппаратуре, поскольку там были задержки Да, Барри просто спас Да, тогда Просто спас Многих музыкантов То, что грузины замечательные организаторы были Но они как-то забыли о том, что музыка должна играться на аппаратуре И аппаратура делала второе было Было много вина, было много закуски Были хорошие гостиницы Ну, приличные гостиницы А аппаратуры на все концерты не хватало И вдруг в какой-то момент выяснилось Что в тот день, в который мы должны играть конкурсный концерт А аппаратура находится где-то в горе Вот Ну, мы от горя купили много хорошего грузинского вина Пришли к баре Потому что мы знали, что они приехали тоже с гастролей И они привезли с собой два трайлера оборудования У них свое собственное было оборудование Пришли и говорим Ну, вот, надо спасаться А они в этот же день играли вместе с нами Земляне, мы и Барри Алибасов Играли в один день И Барри говорит, вообще нет вопросов Тут же выгрузили весь аппарат Все поставили Мы все, так сказать, отработали Зал был счастлив Было много выпито вина И так далее Мне кажется, вы заметили, что ключевой момент такой Лить мотивом через весь рассказ было много выпито вина Микаил из Баку Микаил, здрасте, добрый вечер Баку Всем добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Значит, я хотел сказать, что я узнал вашего барабайщика Который сейчас с вами играет Это Дима Качевский из Кукурузы Во-вторых Александр Хочу сказать вам спасибо за машину времени Я считаю, что машина времени Это чем-то сравнимый с битлов С своим влиянием на рок-музыку в СССР И третья маленькая история Когда вы были у нас в Баку На гастролях в сентябре 85-го года Дали 5 или 6 концертов Я ходил на 3 из них И на одном из них подошел к вашему Тодачному звукорежиссеру Наилю Короткину И говорю, парень, давай записи на концерт Он говорит, нет проблем Я даю ему кассету Он говорит, это будет стоить 15 рублей Я говорю, парень, нет проблем Я очень помню, он мне записал ваш концерт Я подошел к нему вечером после концерта Взял эту кассету, заплатил ему деньги Говорю, тебя зовут Наил Короткий Он говорит, да, откуда ты знаешь Я говорю, я знаю про вас все Говорю, передайте привет Монкаревич Спасибо вам за машину времени Вам, Александр, большой респект И, пожалуйста К нам в Баку Мы были очень давно Мы вас здесь ждем Пожалуйста, приезжайте Спасибо Спасибо Спасибо, Михаил Ну, я думаю, вот эти истории Про предприимчивого звукорежиссера Знакомы продюсеру Александру Кузикова, да? На самом деле мы Узнали о всем Об этом Значительно позже Потому что То количество записей Которое было сделано С концертов И которые разошлись Оно было просто колоссальное Потому что мы играли много Но мы не знали Что наши звукорежиссеры Да, это записывают Но мы Еще самое интересное Мы не понимали в тот момент Почему они вечером Всегда находятся на веселе А суточные у них были Да, а деньги откуда? Деньги-то откуда? Именно Зин Вот А потом У себя много лет выяснилось Что каждый концерт Приносил дивиденды Да? Нашим звукорежиссерам А представьте себе Мы сыграли Там за 10 лет Работы в Росконцерте 2750 концертов То есть Это были дни Когда мы работали По три концерта Что вы сделали С теми звукорежиссерами, Саша? Ничего Мы пожелали им Счастья и здоровья Или вы обогатились тоже немножко Вы сказали, делиться надо Или нет? Да нет Не было такого Все это, господи Мы другие люди Ну это да Но все равно немножко обидно Когда ты работаешь И там распространяется концерт Вот таким подпольным образом Ну что Много звонков, Саша, идет Может быть давайте будем Все-таки чередовать с музыкой Наше общение с вами Мы готовы Да? Знаки? Да, знаки Вот он старый Новый берег И отсюда дальше Дар Не открыли мы Америку Но не жаль Тверина Капитанский мостик Запечатан Сургучон Здесь мы были Просто гости Не при чем Как туман В океан По капле Уплывая Налегке Ты придешь И найдешь Следы мои Как знаки На песке Следы мои Как знаки На песке Мне казалось Мы читали Книгу Небо между строк Мы тогда еще Не знали Все Пролог Все Что есть Лишь Тихий остров Посреди Хрустальных Волн Кто найдет Его Тот Просто Все Поймет Как туман В океан По капле Уплываем Налегке Ты придешь Не найдешь Следы мои Как знаки На песке Следы мои Как знаки На песке По капле Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот в чем дело, понятно Да, действительно, журнал назывался «Кругозол» Каким-то чудным образом Каким-то невероятно случайным образом Он оказался здесь, у меня в руках сейчас И были там действительно вот такие гибкие пластинки Вот такие Тут даже вырезали мы их вот таким образом Вы волшебники Да, и мы волшебники, да, здесь все Вот просто некоторые замусоливали до дыр Поскольку там находились порой уникальные записи А еще большим чудом Здесь у меня в данный момент, по-моему, этого нет Уже просто фанаты отодрали Здесь находилась фотография какого-нибудь любимого исполнителя Вот здесь могла быть, например, фотография В «Кругозоре» уже могла быть фотография Пула Маккартни, например Да? Спустя какое-то время Да, конечно Или Рингостар, либо еще кого-то там Насколько тактично сравнение «Машины времени» и «Битлз»? Наверное, часто вы это слышите? Вот сегодня мы это уже слышали в эфире Ну, с моей точки зрения, это вообще несравнимые величины Хотя я очень люблю «Машины времени» Ну, может, для «Страны Советов» есть какие-то параллели? Ну, почему «Страна Советов» все время себя позиционирует Как что-то отдельное от всего мира? Меня всегда это как-то расстраивало Честно могу сказать И я никогда не считал, что это правильно Величие страны во многом в ее скромности А когда ты все время противопоставляешь себя всему миру То мне кажется, что ты больше теряешь, чем приобретаешь Ну, значит, не совсем тактично называть, да? Нет, я не думаю Что «Машины» — это «Советские Битлз» Битлз — это величайшая группа за всю историю существования Рок-групп, скажем, или поп-групп Это величайшие композиторы Это совершенно неповторимые музыканты Как исполнители Они не были виртуозными, но они обладали Когда они играли вместе, они обладали какой-то совершенно Неподражаемой сумасшедшей энергетикой А как они пели — это как бы отдельная история Вот так петь, как они пели, с такой вот отдачей И так, скажем, дополняя друг друга В трехголосе Так не умела петь ни одна группа в то время В «Машине времени» да и вам тоже, конечно Посчастливилось записывать один из последних альбомов на студии Айби Роуд Да, это было очень интересно Это был эксперимент такой, неожиданно возникший, так сказать, в нашей жизни И, честно говоря, я благодарен судьбе, что все так произошло Потому что рассказывать о Айби Роуде можно так долго, что не хватит одной программы Можно книжку написать Правда, что песня «Наливая» могла вполне войти в тот альбом? Да Да, как мелодия, как музыка Она была написана к тому альбому Потому что наш английский продюсер Хэймиш Сёрд, когда послушал материал Он сказал, хорошо бы еще одну темповую песню Вот, я пошел домой И быстренько темповую песню создал Да, темповую песню Но когда, скажем, Андрею была показана эта тема Он сказал, я уже не могу, я устал То есть вот для этого альбома я уже написал все, что хотел написать И поэтому эта песня, эта музыка осталась без слов Но мы с Кареном написали, с Кареном Кавалерианом, с которым я дружу очень давно И написал много песен Много замечательных песен, кстати, да, конечно Вот, быстренько написали такую вот песенку, может быть, слегка ностальгичную Ну, веселую Но песня не пропала Кроме того, я знаю, что она является первой во втором альбоме, уже сольным альбом Александра Кутикова Демона любви С этой песни начинается альбом, да? С этой песни начинается, да У нее была очень хорошая радиоигра Да, ее слышал по радио неоднократно, конечно Она получила приз там радиоакадемии Как самый долго ротируемый на всех радиостанциях новый сингл То есть она ротировалась два с лишним года Мы так долго говорим о песне «Наливать», что не налить сейчас прямо нельзя, да? Ну, нальем? Нальем Играет музыка Ты мне сказал, мы дети цветов Но вся наша жизнь как вокзал Ну, а ты просто странник ночных облаков А я забирался по лестнице в небо Воздух там был, хмельевина Но все получилось не так Все нелепое небо Я выпил за дна Наливай Это мой друг, не последний бой Для нас с тобой Наливай Это еще не последний шаг И пусть будет, пусть будет я Ты видел дом восходящего солнца Выстроил свой и был ему рад Только не знал, что из окон Все время придется смотреть на закат А я так хотел стать солдатом удачи Но далеко меня унесло Пусть все сложилось не так Просто лучшее время Еще не пришло Наливай Это мой друг, не последний бой Для нас с тобой Наливай Не делай еще Непоследний шаг И пусть будет так Непоследний шаг Непоследний шаг Мы эту песню вдвоем Стоим Пой Это еще не последний бой Для нас с тобой Наливай Это еще не последний шаг И пусть будет, пусть будет так Да Да Александр Котиков и группа Нюансы у меня сегодня в гостях в прямом эфире А рок-группа Нюансы у меня сегодня в гостях в прямом эфире вместе с Сашей Это рок-группа, это дополнение, правильно? Это серьезное дополнение, я даже думаю, что, чтобы никому не было обидно Особенно музыкантам группы Нюансы Мы так немножко должны остановиться ненадолго и показать сюжет Он напрямую связан с рок-группой Нюансы прямо сейчас Откройте! Откройте! Рявец, пехок, пожарной безопасности Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, кстати Генар из Октябинска Генар, здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер всем Добрый вечер Добрый вечер всем У меня вопрос к нюансу Если это тот состав Я был на концерте в 89-м году в Лужниках Я хотел бы пару слов услышать о этих рок-звездах От Субтитры создавал DimaTorzok Какие они, как себя ведут за кулисами И какие они вообще в общении Раз и во вторых вопрос к Александру Почему не было машины там на том фестивале? Спасибо Ну что, начнем с нюанса Ну, со стороны видней Как мы ведем себя за кулисами? Я не знаю Нет, как вели себя рок-звезды за кулисами А, другие рок-звезды? Те, которые, да, участвовали Ну, мы их мало видели Но, в общем, конечно, они не все были трезвенники Хоть бы фестиваль против наркотиков Вот, не все Ну, в общем, были, например, Скорпиенсы Они очень интеллигентные так все вели Немцы, очень прагматично Как только какая-то камера на них наводилась Они тут же сделали позы А, позировали просто, да, сразу для репортера Наметан глаз Ну, мы не всех так не видели Они же в разных местах ремерки Я же большой же олимпийский, там, разбросан Ну, в общем, так миролюбило Они всегда очень дружелюбные А машины почему не было там? Ну, машина была на гастролях в это время Елки были, да? Нет, не елки Мы работали в Росконцерте Вплоть до расформирования и закрытия этой организации Мы вообще остались там самым последним работающим гастрольным коллективом И не уходили на кооперативные и вольные хлеба Даже несмотря на то, что мы уже ездили там и в Америку И в другие страны, в Японию Мы продолжали отдавать долги Мы очень, скажем таки, щепетильные люди Нам в свое время Росконцерт очень сильно помог Когда, скажем, нас стало прессовать Министерство культуры СССР Гостелерадио Они нас не лишали возможности работать Принимали очень многие удары, так сказать Со стороны, да, партийно-идеологических органов на себя И поэтому мы, так сказать, пометуя о том Что это были люди, которые нас выручали Мы давали возможность существовать этой организации Вплоть до ее официального закрытия Андрей из Москвы Андрей, слушаем вас Добрый вечер Андрей, добрый вечер Здравствуйте Здрасте Александр, вот многие ассоциируют вас с машиной времени А хотелось бы напомнить о такой группе, как Високосное лето Хорошая группа была, отличная группа Нет ли у вас планов записать в хорошем качестве Такие песни, как Я стал стар, Земляника Потому что они существуют только в ужасном качестве концертном Вы знаете, я знаю все записи, которые ходят, бродят Так сказать, по просторам нашей страны Записаны звукорежиссерами с концертов Да, с концертов, там, Високосного лета и так далее Мы когда-то встречались с Сашкой Ситковецким И говорили на эту тему Но стало понятно, что интереса у музыкантов нету К той музыке, к той программе, к тем песням Просто, скажем, период вот того арт-рока К которому Високосное лето приложило руку С точки зрения начала, как бы, этого направления в России Прошло просто-напросто И у всех людей, у всех музыкантов Появились другие музыкальные приоритеты, привязанности И просто-напросто другая жизнь Поэтому это остается По тем песням У нас вообще нет ностальгии Я это понял, я, кстати, сегодня рискую не получить от вас боксерской перчаткой, Саша Поскольку, вот я тут прочитал У меня, наконец-то, появилась собственная квартира и собственная машина Это через 10 лет после поворота, на минуточку Так что не надо при мне ностальгировать о Советском Союзе Могу вспомнить былые боксерские навыки Ваше интервью Да, да Я не ностальгирую по Советскому Союзу Как по системе Я очень спокойно отнесся к тому, что, так сказать, наши республики разошлись по домам Я это предвидел Для меня было понятно, что иначе просто произойти не может Если рухнет идеологическая вот эта вот партийная, советская идеологическая, скажем, как сказать, ось Да, на которой держалось все общество Вот, но, конечно же, было масса замечательных дней, вечеров Были чудесные люди Они и сейчас, слава богу, многие из них живы, здоровы По людям, конечно, ностальгируешь Но не по временам Вообще, ведь, если так посмотреть на нашу жизнь Мы все время живем в прошлом Ведь каждое мгновение, которое мы воспринимаем даже как происходящее сейчас На самом деле, это то, что происходило Что было уже когда-то, да Нет, нет, то, что происходило несколько мгновений тому назад А мы только это ощутили Вот, поэтому мы все время живем в прошлом Что-то мне подсказывает, что сейчас прозвучит песня явно не про советский город Да, Саш? Да, как-то раз, когда я шел с Эбероуда Вернее, я шел из гостиницы на Эбероуд Студиос Это было во время сведения сольного альбома Андрея Макаревича Я просто приезжал там поговорить с продюсерами И еще раз посетить легендарное место Вот За 20 минут я придумал песню Лондон Слушай Что-то мне подсказывает, что, как бы не кощунственно это звучало Есть доля, большая положительная доля в том, что машина времени решила приостановить на какое-то время Или вообще прекратить свою гастрольную деятельность Можно вот так вот встречаться, наслаждаться хорошими другими песнями и радоваться этому всему Хотя в каком-то интервью вы сказали, что есть некая усталость друг от друга И вообще накопилась за эти годы усталость, от которой надо тоже отдохнуть, да? Да, я, честно говоря, я даже не знал, что эта усталость присутствует Но когда мы договорились, что делаем паузу на полгода, да, в концертной нашей деятельности Я уехал за границу, я уехал в Испанию Наконец-то отдохнул по-человечески, да? Я сначала бесился, первые недели две я просто бесился совершенно ужасно, ужасно просто А потом вдруг, когда я понял в какой-то момент, что вот у меня с 79-го года, начиная, не было ни одного года, когда бы я бы месяц просто спокойно отдыхал Вообще не было Вот, и я подумал, ну почему бы не попробовать? Этому тоже надо научиться И я хорошо научился и полтора месяца В общем, пролетели как два дня И там хорошее вино Очень вкусно, очень уютно Светит солнце В Москве минус 18 Сейчас тоже пролетел моментально, я должен успеть прочитать вам стихи Наш телезритель адресует вам вот такие поэтические строки Пишет вам Евгений Растунов из Нижнего Новгорода Он смог собой удивить, мы вместе стали чуть взрослее Нельзя машину не любить, да не обидится Андрей Следы, как знаки на песке, кто расшифрует, тот поймет Его великий спуск к реке, ночь, добрый час и поворот В карьере творческий нюанс, летают демоны любви Когда зовет, приходит шанс и остается лишь ловить Он спец по Катям неспроста Всю жизнь болеет за Спартак Двух кошек любит и кота Короче, клевый, наш чувак Это вам Спасибо, спасибо большое Спасибо тому, кто написал Спасибо Евгению Растунову Выходим уже из эфира Я очень хочу, чтобы прозвучала еще последняя, финальная песня Так получается, что сегодня это будет к Малой Бронной, да? Да Александр Котиков и группа Нюанс были у меня сегодня в гостях Увидимся завтра в 22 часа Спасибо Можно уже успокоиться За поворотом мой дом Старая улица, грустная, грустная сказка Со счастливым концом Годы сложив с километрами И я завершаю свой путь Снова сегодня случайно я спас этот мир Не могу отдохнуть Влад, ветерок над моей головой Огонит листья подоклонной Вновь я живой возвращаюсь домой Здесь ничего не кончается Сколько раз не засчитать Я уходил, чтоб вернуться и не возвращался И рождался опять Праздники и поражения Те, что застыли в годах Жизнь и кружение Все это